Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать как можно изготовить очень просто, дешево, довольно качественный жидкий пластик. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, а я начинаю, погнали! Для изготовления жидкого пластика мне понадобится 2 стеклянных баночки, в данном случае из-под детского питания, и вот такой вот кусок оргстекла завалялся у меня в сарае. Первым делом нужно накрошить мелко этот кусочек оргстекла, для этого я воспользовался кусачками. Теперь я беру маркер и подписываю 2 моих баночки. 646 растворитель в одну залью, а во вторую буду заливать ацетон, поэтому так и подписал. Теперь засыпаю в них накрошенный заранее пластик, то есть оргстекло, и уже непосредственно в одну баночку заливаю 646 растворитель, чуть-чуть больше середины. То же самое проделываю со второй баночкой. Далее закручиваем их плотно и оставляем на пару часов. Засекаем время и примерно через пару часов пришел проверить, но как видите, в одной баночке, где ацетон немного помутнел, а где 646, он еще остается как бы прозрачным. Затем я пришел утром и уже увидел, что более-менее пластик маленько растворился, но еще не до конца, поэтому решил оставить на двое суток. Итак, друзья, прошло двое суток, в ацетоне вообще пузырьков не осталось, растворился полностью, а в 646 растворителе вот какие-то пузырьки еще есть, вкрапления небольшие. Сейчас размешаю все это дело и попробуем протестировать его в действии. Получилась консистенция свежего меда. Жиденький. Его можно использовать как для заливки каких-то пластиковых деталей и для клея. Будем пробовать и то, и другое, и посмотрим, что из этого получится. По эксперименту понятно, что в ацетоне пластик растворяется намного лучше, чем в 646 растворителе. Я думаю, наноситься будет очень хорошо и также заливаться в форму. Если его весь не использовать, его можно хранить в закрытой баночке, я думаю, очень долгое время. Так, все, давайте теперь 46 растворитель проверим. Ну, тоже на вид довольно мягенький такой, но, видите, комочки еще есть небольшие. То есть, консистенция уже не меда идет, а консистенция пластилина. Не весь растворился, в общем, так сказать. Этот оставим, по крайней мере, до еще большего растворения. Я думаю, подожду еще пару суток, пускай он растворяется. А опыты будем проводить именно с ацетоном, то есть, с пластиком растворенным в ацетоне. Ну, а теперь перейдем к нашим экспериментам. Для начала хочу склеить два вот таких металлических уголка. Взял отверточку и сейчас попробую нанести этот состав. Наносится очень хорошо. Далее соединяю два железных уголка между собой и фиксирую их при помощи вот таких вот канцелярских зажимчиков. И оставляю на пару часов. Следующее, что я хочу сделать, это склеить два вот таких кусочка оргстекла между собой вот таким вот образом. И также уберу их на пару часов высыхать. Затем склею еще два кусочка оргстекла, но уже между собой друг на друга положу. И посмотрим, склеится ли он. Делаю все это первый раз, поэтому в качестве эксперимента буду пробовать склеивать абсолютно все. Также их соединяю, наношу и убираю на пару часов сушиться. Теперь хочу попробовать данный пластик жидкий, который я растворил в ацетоне, нанести на брусок. И посмотреть, насколько это стойкое покрытие, насколько оно пропитает брусок и как оно будет вести себя к повреждениям физическим. Попробую покорябать отверткой то место, где нанес и то место, где не нанесено это покрытие. Наносится очень хорошо. Следующее, что я хочу сделать, это ручку для надфиля. Для этого я взял пластилин. Сейчас сделаю форму примерно, установлю надфиль и уже можно и попробую залить все это дело жидким пластиком. Заливается очень классно, очень просто. Еще раз повторюсь, консистенция напоминает свежий мед. Все очень хорошо наливается. Но надо заметить, что на воздухе он моментально подсыхает. Также, друзья, хочу еще попробовать склеить две доски, как я это делал в предыдущем своем ролике про суперклей. И посмотреть результат, провести небольшие опыты. Сжал экструкцинами и убираю также на пару часов. А, чуть не забыл, у меня еще остался кусочек вот такого рук стекла. Хочу также его промазать и приклеить к дереву. Посмотреть, как оно приклеится именно к дереву. Нашел два куска кафеля. Так сказать, проверить, как будет склеиваться керамика между собой именно в торец. Тоже наносим самодельный жидкий пластик. Соединяем и оставляем сушиться на пару часов. По истечению двух часов пробуем, что у нас получилось. Ну, честно сказать, кафель держится довольно крепко. Я его болтаю, стучу по столу. Все держится четко. Попробую сломать руками. Усилия довольно сильные прилагаю. Опа, все, клей не выдержал нагрузки от моих рук. Но я скажу, что прям с керамикой практически отклеился. Это о многом говорит. Клеит намертво. Давайте теперь проверим, как оргстекло приклеилось к оргстеклу. Ну, по крайней мере, руками не могу. Давайте плоскогубцами. Плоскогубцами очень тяжело. Отрывается и отрывается, как однородный кусок пластика. То есть, по факту, ну, просто слился между собой. Следующее будем пробовать разъединить. Вот эти два кусочка оргстекла, которые наклеил друг другу в торец, довольно прочно держатся. Также они склеились и слились между собой. Получился цельный кусочек. Теперь проверяем, что же у нас с деревянным бруском. Так, вот смотрите, отверткой царапаю необработанный кусок дерева и обработанный. То есть, разница очевидна. Там дерево царапается, здесь практически незаметно царапит. Теперь хочу попробовать просто взять и распилить этот кусок дерева. И уже посмотреть, насколько же пропитался данный вид покрытия. Именно в глубину. Так, берем вот штангель циркуль. Невооруженным глазом видно толщина пропитки. Ну, примерно 3,5-4 мм. Довольно неплохой результат. Теперь очередь подошла к металлическим уголкам. Попробуем их сейчас отклеить при помощи подвешивания какого-то груза. Например, 5-литровой бутылки, наполненной водой. Фиксируем при помощи струбцины в краю стола. И пробуем через крючок уже подвесить бутылочку. Для начала возьму одну 5-литровую бутылку. Весит она 5 кг, наполненная водой. Как вы можете заметить, уголок согнулся, но клей не отклеился. Все держится прям четко. Давайте еще одну бутылочку оденем. И, как вы видите, уголок совсем уже согнулся очень сильно. Но подождем, может сейчас отклеиться. Да, отклеился, не выдержал веса. Получается, двух бутылок 10 кг. Но достойный вариант, так как он согнулся. И, смотрите, кстати, вот видно, клей не до конца еще просох. То есть надо было подождать не 2 часа, а часов 5-6. Я думаю, тогда бы соединение было в разы прочным. Вот, смотрите. Так что жидкий пластик творит чудеса. Честно говоря, даже не ожидал. Давайте теперь проведем эксперимент. То же самое, но с доской. Вот я две доски склеивал. Не могу оторвать, кстати, оргстекло от доски, которое я приклеил. И она почему-то потрескалась, видимо, от того, что струбцина была зажата. Так, сейчас зафиксируем доску также на столе при помощи двух мощных струбцин. И подвесим уже 5-литровой бутылки с водой. Посмотрим, сколько бутылок выдержит данное соединение. Когда я повесил две бутылки, я думал, что доска вот-вот лопнет. И клей оторвется. Но в итоге ничего не произошло. Повесил третью бутылку. Также ничего не произошло. Пришлось вешать четвертую бутылку. После того, как я повесил четвертую бутылку, и они у меня просто закончились в наличии. Но доска продолжала держаться. В итоге я не выдержал и решил сломать ее рукой. То есть сверху вместе с бутылками надавить на доску рукой. Ну и все. Чуть-чуть я надавил, и доска просто сломалась, но не отклеилась. Получается, доски приклеились так, что стали единым целым. Можно так выразиться. Вот, смотрите. Так что получается, что жидкий пластик по факту является еще и просто шикарным суперклеем, можно так сказать. Так, а теперь давайте поглядим на отфиль. Я вот залил его этим составом. Видите, пластилин, видимо, маленько приклеился тоже к нему. Это того, что он с ацетоном. Сейчас протрем и попробуем этим на отфилем поработать. Не соскочит ли эта ручка с него. Все нормально, ручка выдержала. Мне нравится, в руке сидит очень хорошо. Как вы сами, друзья, видели, проведя данный эксперимент с ацетоном и 646-м растворителем, мы получили реально жидкий пластик, с помощью которого можно без проблем склеивать разного рода материалы и делать пластиковые детали. Ну, в данном случае, как у меня, ручка для надфиля. Осталось только немного зачистить, зашлифовать и будет классный вариант. Почти как заводская. Так что, ребят, действительно, данный вариант работает. Берите на заметку. Ну, а на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр. Добра, удачи и успехов. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok